Позиционируются три типа электрочайников, то есть это идет чайник электрический классический, то есть самый обиходный, который используется у нас в повседневной жизни. Второй тип чайников это термопоты, используется в кафе, где-то допустим в офисах. Должна быть вода постоянно подогрета, то есть контроль за этим все осуществляется. Третий тип чайников, они хороши, но менее популярны, это чайники с заварником уже сразу. Чайники классические бывают в металлическом корпусе, в чем их плюсы и минусы? Металлический корпус, он более прочный идет, но он будет дольше нагреваться, чем остальные. И есть возможность ожога, то есть нужно будет аккуратненько. Есть, конечно, чайники электрические, металлические с двойными стенками, которые снижают систему ожога, и он используется еще как термос, то есть температура в нем будет сохраняться дольше. Также есть чайники стеклянные, будет долго нагреваться. Еще один минус будет в том, что если вы уронили, то есть разбивается сразу же. Плюс этого чайника, не будет никаких запахов, он сделан из стекла. И самый популярный на сегодняшний день, это, естественно, конечно, пластиковые чайники. Плюс электрического чайника в том, что он быстрее нагревается и дольше сохраняет температуру. Также еще в популярности пользуются чайники керамические. В первую очередь это красивый дизайн, то есть на любой кухне будет выглядеть достаточно красиво. По дизайну тоже можно подобрать. Минус его в том, что он очень будет тяжеловат. По ценовой политике, то есть чайнички, в принципе, можно выбрать тоже по любому карману, по любому бюджету. Самый дешевый сегмент – это вот 170 гривен. Чайник будет из металла, к примеру, просто в отделке по затратам материала, соответственно, цена будет ниже. Зачастую в чайниках, которые подешевле, часто наблюдаем, есть какой-то запах. Все это решается пару-тройку раз, то есть, допустим, прокипятить. Модели более дорогих этого не будет. В новинках продаж появляются чайники, которые поддерживают систему «Умный дом», работают по Wi-Fi, работают через Bluetooth. Устанавливается специальное приложение, синхронизируется с вашим устройством. Чайничек, то есть, полностью он у вас показывает датчик уровня воды, температуру воды. И в любой момент, находясь в другой комнате, например, вы занимаетесь плотной работой, будь то, даже дома, на работе, в офисе, эта вещь будет очень удобная, чтобы лишний раз не вставать. Вы посмотрели, включили, через 3-4 минутки пошли, залили, все себе приготовили. По ценовой политике, это код 1199 гривен и выше. То есть, это оптимальный, хороший чайник со всем необходимым таким молодым юзерским функционалом. То есть, для системы «Умного дома». То есть, плюс еще этой системы в том, что даже если вы забыли, хотите включить чайник, вы его не включите, если там нет воды. То есть, вам приложение напишет, что невозможно, залейте воду. Чайник заварником. Для потребителя, который не хочет засыпать, отдельно заварят, не хочет, просто вот сразу же приготовим. То есть, они бывают сразу со встроенной колбочкой, куда это все засыпается. Это все приготовилось, залили, пожалуйста, ну, только сахар добавьте. Также есть тоже из этих чайников разновидность, то есть, это идет отдельно. Кипятится вода, отдельная подставочка, заливать. То есть, это на тот случай, если в семье не все любят черный чай, не все любят зеленый, кто-то что-то хочет отдельно. То есть, удобно, практично.